История христианской церкви Я хочу записать одну дату интересную Ничего важного Лес рубит щепкеритет, да? Так вот, 1492 год Надо было его черкнуть, наверное, этот маркер, наверное Черная дата такая Дело в том, что когда Русь приняла христианство, Киевская Русь То все книги богослужебные были с Византии привезены И все вот эти учения были византийские Своих не было, еще поднимать ли там, особенностей таких русских Это потом уже образовало все Так вот, во всех книгах богослужебных, какие были В них была высчитана пасхалия То есть время празднования Пасхи В разные годы, мы понимаем, по-разному, да? Бывает Так вот, и во всех этих книгах богослужебных, во всех Было обозначено, что свето-представление То есть, ну, по-русски, конец света Представился свет Будет в лето 1492-е От Рождества Христова И, в общем-то, это было аксиомой То есть, это даже никто не требовал какого-то особого знамения Единственное, что священнослужители, патриархи, допустим, митрополиты писали Что мы не знаем дня и часа, когда придет Господь Но год мы знаем точно Это было, ну, как бы, по умолчанию Это было само собой разумеющимся Но, когда Русь приняла христианство Я напоминаю, да? 988 год Это оказалось очень далекой датой еще То есть, еще на наш век хватит, как говорится, да? Еще время было уйма Но, время неумолимо двигалось вперед Неумолимо бежало И приходило, как раз, вот, то самое 15-е столетие В Европе это время Ренессанса, да? Эпоха Возрождения Время очень интересное Переломное такое время В экономике, в бизнесе, да? Потрясение большое в Европе В искусстве, в науке То есть, очень много интересного произошло в это время в Европе Но на Руси была депрессия На Руси ждали конец света Там было не до науки, не до искусств Потому что какое-то там развитие Уже всему близится конец На Руси паника На Руси Это было общероссийское настроение Почему говорю российское? Потому что православие, нигде, кроме как в России Не было свободным Везде остальные православные церкви Были под, как называли их раньше, агаринами Были под мусульманами Были в оккупации мусульманской Те же самые африканские православные церкви На Востоке другие православные церкви Единственное, что Россия оставалась Как говорили, третьим Римом потом Оставалась православная церковь и православным царством И вот В том же 15 столетии Когда ожидался конец света Люди ждали особых знамений И знамения были очень страшные Очень страшные на самом деле Пал Константинополь Тот же самый, да? Столица Главный храм православия Мирового Это храм Святой Софии В Константинополе Как для, допустим, мусульман Это Мекка, да? Для, допустим, католика Это Собор Как он Петра Ватикане, да? Допустим, да? То есть, как бы В каждой Динаминации Религии Есть свой, как бы Главный храм Главное место Для православия По всему миру Это был храм Святой Софии В Константинополе Это было самое большое сооружение В те времена Это было самое большое Религиозное сооружение На самом деле Это было грандиознейшее сооружение Так вот Потом уже Построили религиозные здания Больше по размерам Чем этот храм Но в те времена На земле Не было больше религиозного сооружения Выше и объемистей Чем храм Святой Софии В Константинополе И вот В христианстве Главный храм И главный храм Именно в православии Так вот И в 15 столетии Он пал Что делать? Налицо уже Знаете ли Конец света Султан Магомед Который въехал В Константинополь Как победитель Турецкий султан Его называли Антихристом Он воссел на Святом месте Из храма Этого сделали мечеть И все Говоря Вот мерзость запустения Наступила Теперь в главном храме православия Точно конец света Ну и были другие Некоторые знамения На Руси Комета Знаменитая Которая пролетела Напугала очень сильно Народ В этом увидели Тоже знак дурной И у князя Там Умерла его Там любимая собака Там Тоже Это все Короче Столько было Всяких разговоров Но народ Серьезно ждал По всему царству Конец света Лет Лет Монахов Монахов Там В несколько Раз увеличилось Резко Потому что люди Пошли в монастыри Потому что Последние годы жизни Хотели На этой земле Именно посвятить Монашеской жизни Аскезе Но с другой стороны Количество разбойников Увеличилось Многие люди хотели Просто под конец света Просто погулять И Пограбить Это как Помните Если кто читал Комсомольская правда В 90-м Каком-то году Опрос такой делал Что бы вы сделали Если бы знали Что завтракание света А большинство отвечало Непонятно что Один Корреспондент написал так Что Ящик водки И закроюсь в квартире своей Другой Что-то еще Другой Пойду Ограблю банк Третий Что-то еще То есть Короче У всех Такие Свои нелепые Какие-то идеи Такие были Но с ящиком водки Закрыться в квартире Это самый Интересный вариант Ответа И Никто Я не помню Что кто-то там Говорил Что значит Что там Пойду в церковь Что-то такое Хотя Говорили Кто-то Покаюсь Кто-то Говорил Исправлюсь А в основном Все такие ответы Были нелепые И вот Кстати После Мы понимаем Уже Сейчас Что неудавшегося Конца света Наступил голод Голов был серьезный Страшный Люди умирали Впоследствии От недоедания Почему? Потому что Все запасы подъели Никто не рассчитывал Ну За исключением Некоторых лишь Лиц Процентов 99,9 Население России Не рассчитывало Пережить тот самый 92-й год Не рассчитывало А поэтому Запасы все съели Не было семян Не было что сеять Вот реально Не было семян Просто-напросто Люди подъели все И голод наступил Не потому что Была засуха Нет Все было хорошо В природе И дождь И погода Но не было Даже что сеять Не говоря там что есть Это был ужас конечно Вот И Нет Были те Которые не верили В этот конец света Но на них смотрели В обществе Как на сектантов Как на раскольников Как на Это были и евреи В основном У евреев были запасы Были семена Цены резко поднялись Конечно же Безусловно Значит У них были запасы свои И евреи Не рассчитывали На конец света В этом самом 92-м году Но на них смотрели Что мол Господь придет И вас еще жестоко Накажут за это Ваше неверие А потом получилось Что евреи же И очень сильно выиграли От неудавшегося Конца света Потому что У них были запасы У них были амбары Зерна И семян было много И они могли это продавать Населению И потом И выиграли те Христиане Которых называли Жидовствующими То есть те Которые послушались Как бы евреев Еврейского календаря Потому что По еврейскому календарю Было далеко Не это лето Будем так говорить И На Руси Вот как раз Именно вот этих Жидовствующих И как раз Не взлюбили И начались погромы И убийства В это время Как раз Евреев И сжигали на кострах Евреев И вот этих Жидовствующих Сожгли Священников Православных Которые как раз Именно как раз Говорили Что не будет Конца света В этом самом 92-м году Он будет Но не в этом году Точно Кстати Большинство Населения Считало Что конец света Будет на благовещение 92-го года Другие считали Что будет к концу года То есть К началу сентября Потому что По Православному календарю Год начинается В середине сентября 14-го сентября Значит Эта традиция Была взята Сеудаизма И она сохранялась До Петра I Петр I Календарь переделал Частью Из-за своего Антисметизма Кстати Переделал календарь И по образцу европейскому Начало года Стало на Руси С тех пор 1-го января А раньше было 1-го сентября По-нашему 14-е сентября Это было Начало Нового года На Руси До сих пор В принципе Во всех календарях Православной Церкви Начало индикта Нового года 14-го сентября Новолетие церковное То есть Весь годичный цикл Бога служений Годичный круг Чтений всех Начинается и заканчивается Как раз Середина сентября 14-го То есть 13-го сентября вечером Заканчивается Весь годичный курс Круг Богослужений Православной Церкви И 13-го же И 13-го же Вечером Начинается Годичный курс Круг всех Богослужений Православной Церкви Начало года церковного И молитва на Новый год Читается как раз В православии Вечером 13-го Сентября И утром Уже 14-го сентября Уже поздравления С Новым годом Читается молитва До сих пор Это осталось Хотя Официально Гражданский Новый год Уже Со времен Петра Первого Стал праздноваться Уже Значит В начале сентября Первого января Так вот И Представьте До самого До самой середины Сентября По-нашему До 13-го Сентября Вечером Люди Трепетно Ожидали конца света Люди Одевали Погребальные Саваны Месяцы Целый год Фактически Проводя Значит Ну В ожидании конца На благовещение Не было конца света Многие уже Заволновались По этому поводу Потом еще полгода Было ожиданий Но он не состоялся Кстати За два года До конца света Собирался в Москве Собор В 90-м году Даже собрали собор По этому поводу Как бы Рассчитывали Последний собор В истории Христианства Провести За два года До предполагаемого Конца света В 90-м году В Москве Съехались епископы Священнослужители Разные богословы И в общем-то Много было О чем Говорено Большинство из них Конечно же Верило В конец света Те кто не верил На них смотрели Как на раскольников На жидовствующих Потом их репрессировали Кстати Самое интересное Репрессировали тех Впоследствии Кто как раз Не разделял Эту общую веру В конец света На них и списали Как раз Неудавшийся Конец света Это из-за них Это из-за них Господь взял И не пришел В Москве На площади Когда сожгли Этих священников Протопопа Алексея Протопопа Дионисия Других этих священников Сожгли Настоятеля Софийского собора Города Новгорода Великого Потом Успенского собора Московского Кремля Архангельского собора Московского Кремля То есть известнейших Протопопов сожгли Как раз именно те Которые были в оппозиции И говорили Что не будет Конца света Правда Эти же священники Были виноваты Еще по другим статьям Протопоп Алексей Новгородский Который Великого Новгорода Протопоп Он был арестован Вообще По другой статье Его арестовали По доносу В своем дворе Ну соседи Там заметили Кое-что И донесли Архиерею Геннадию Новгородскому Архиепископу Донесли Что вот так Мол У себя во дворе Он там Богохульствует Иконы Рубит Топором Ну и как бы Думали Мало ли что Архиерей послал Свои солдат Те арестовали Алексея Подтвердило все Он реально Рубил иконы И палил их Свои В своем дворе Значит А это была статья Смертная По тем временам Он был трезвый Тем более Если бы он был пьяный Его просто-просту На время отлучили бы Там Ну На цепь посадили бы В каземат Но потом отпустили бы И снова Ну А если на трезвую голову Рубил Ижок Значит понимал Что делал А это была уже Смертная статья Это статья Богохульстве Называлась она И его допрашивали Его семью арестовали И родственников Многих арестовали Его Допрашивали С пристрастиями И потом выяснилось Что оказывается В Новгороде И в Пскове У этого протопопа Есть знакомые Собирающиеся На домашние Такие общения Они молятся Безыкон Молятся Только лишь Богу А молиться Безыкон В то время Это тоже была Статья Очень жесткая Это была ересь И нельзя было Так поступать Ни в домашних условиях Ни тем более Там в церковных И вот значит Поэтому Алексей Его хотели Жечь Там же В Новгороде Но Настояли Чтобы отправили В Москву На дальнейшее Расследование Потому что Его родственники Некоторые сказали Что в Москве Доже есть у него Там какие-то связи И оказалось Что московский Митрополит Зосима Тогдашний Он сочувствовал Алексею И он Ну Будем так говорить Заступился за него Заступился И покрыл его То есть Под свою ответственность взял Но Зосима Вскоре скончался При таких Невыясненных Таких Как бы Обстоятельствах Очень скоропостижно Скончался Ни с того Ни с сего Вот значит Там вероятнее всего Его убрали Ну По крайней мере Там Именно Смерть Зосима Она Открыла Возможность Как раз Именно Массовых репрессий В то время Потому что Следующие Служители Они И следующий Метрополит Они были За репрессии Массовые По всей Руси Костры загорелись Инквизиция Наша православная Была не меньше Сурова Чем западноевропейская Кстати Просто о ней Не принято говорить И само название Инквизиции У нас не было На Руси Ну было Но это очень Короткий период Времени При Петре Алексеевиче При Петре Первом Были Протоинквизиторы Такие В церкви Названы И Инквизиторские Трибуналы Были В каждой епархии Были узаконены Но после смерти Петра Первого Это название Снова пропадает В православии И просто Ипархиальный суд И просто Ну Опять таки Как бы ни называли Все это Но сжигать Хоть на православном костре Хоть на католическом Все едино И Значит Но наша инквизиция Была еще более Изощренной Чем западноевропейская Если вот брать Именно материалы Именно следствия Материалы Как допросов И Каким образом Допустим В Европе Там были свои методики Допросов Конечно Но на Руси Они были более жесткими Я понял Так Юстус Центр Наконец Тринадцатый Урок У меня записался Переделывался Трансформировался Аллилуйя А то Он не хотел Никак не хотел Понимаете Думаю Что же за Мистика такая Все уроки нормально Тринадцатый Никак Хорошо Хорошо И вот Господа Конец Это не удался Я почему О этом рассказываю Сейчас вам Дело в том Что Вот Эти события Неудавшегося Конца Света Они Повлекли Такие большие Последствия За собой Какие Большое Разочарование Вот Самых широких Масс Народа В церкви До Этого Конца Света На Руси Была такая Знаете Или Какая-то Особая Фанатичная Вера В церковь Сильная Вера Доверие И здесь Впервые Доверие Поколебалось Впервые В умах Народа Доверие Это Пошатнулось Потому что Авторитет Всей системы Православной Он Пошатнулся И Понимаете Я считаю Что это было Думаю Очень важным Даже событием Потому что Со временем Люди Стали искать Чего-то Другого Толчок К реформации Будем так Говорить Толчок К большой Реформации Но Реформация В то время Не состоялась К сожалению В те времена Лютер Допустим Он был еще Подростком И В те времена В Италии Тоже была попытка Реформации Савонарола Тот же самый Фрадо Меника Сильвестр Маруфи Итальянские Реформаторы Они были Сажены на костре В то время Как раз О котором Я сейчас Рассказываю И в Европе Были претещи Реформации Но В начале 16 столетия Когда Лютер Прибивал Свои тезисы Дверям Собора Витамберского На Руси Эти священники Которые Наши Лютеры Алексей Дионисий Другие Другие Были На кострах Сожжены Просто То есть У нас На Руси Верхи Могли Еще По-старому Управлять А низы К сожалению В основной Массе Желали Жить По-старому Но В Европе Была Предреволюционная Ситуация На лицо Предреформаторская Можно Перефразировать Ситуация На лицо Запомнили Этот эпизод Кстати За два года До этого Конца света В 90-м Году Выяснилось Что на Руси Есть В церкви Разные мнения Были Разные фракции Большевики Меньшевики Так проще Можно их назвать Большевики Меньшевики Они Так не называли Конечно Это я так Условно Чтобы было понятно Большевики В смысле Большая часть Участников Была Одного мнения Меньшевики Меньшая часть Другого Мнения Большевики Их Назовите В своих Конспектах Иосифляне Последователи Или как бы Во главе этой фракции Был Иосиф Володский Иосиф Волоколамский Иосиф Володский Иосифляне А Меньшевики Их назовите Нестяжатели Нестяжатели Во главе этой фракции Был Нил Сорский Васян Патрикеев И другие Нил Сорский Иосиф Волоколамский Стяжатели Иосифляне И Нестяжатели Это Нил Сорский Нил Сорский И Васян Патрикеев Вот эти Две фракции Большевики Большая часть Участников Собора 90-го года Как выяснилось Были на стороне Иосифа А Иосиф Володский Он считал Чтение Библии Для православных Христиан Ересью Он считал Это смертным Грехом даже Карал смертью Он убивал людей За то что они читают Библию Интересуется В основу Я не знаю что Даже честно говоря Не знаю Володский Иосиф Володский Он считал Что Библия Только лишь Для Богослужения Только лишь Для обряда Только лишь Для церемонии Торжественно Вынести ее Красиво Спеть ее В храме Фрагмент Но читать ее Вот так вот В частном порядке На квартире Тем более В доме Это страшным грехом Кстати Протопопа Алексея Сожгли Так Потому что Протопоп Алексей Тот самый Что рубил иконы Выяснилось Что он В частном порядке На квартире В доме своем И в Пскове Были домашние группы Собрания такие домашние Без икон молились И читали Библию А это было Смертным грехом В понимании их Иосифа И большинство Участников Собора К сожалению Поддержало Иосифа В этом отношении Кстати Иосиф Святой В православной церкви Кстати И Нил Сорский Тоже Святой В православной церкви Но Нил считал Обратное Нил Сорский И Васян Патрикеев Репрессированный Васян Патрикеев С княжеского рода Они считали Нестяжатели Что Библия Не только для Красивого чтения В храме Не только для Богослужения Но и для Чтения дома Для изучения Писания То есть Они были За Библию Но их было Меньшинство При голосовании Когда вопрос Поставили голосование Лишь Несколько человек Поддержало Служителей Поддержало Нестяжателей Большая часть Проголосовала Против Чтения Библии В частном порядке И это была Трагедия Потом Иосиф Володский Он был Идеологом Нашей Православной Инквизиции Он считал Что Еретиков Иного Врачества Он писал Не помню Там дальше Кроме Дыбы И костра На еретиков Нет Он считал Что дыбы Это допрос И костер Это лекарство Против ереси Он даже считал Что даже Те еретики Что раскаиваются В грехах своих Они достойны смерти Потому что Чтобы другим Было неповадно То есть И прощать Но казнить Посмертно Прощать Прощать грехи Да Прощать грехов И казнить Все таки Вы знаете Анил Сорский И меньшевики Можно так говорить В церкви Тогда В 90-м году Так выяснилось Они были против Допросов С пристрастием Против пыток Во-первых На дыбах И прочее В монастырях Что проводились В то время популярно Было ГУЛАГ Тогдашний Православный ГУЛАГ Процветал В те времена Они были против Этой практики И против казни Нил Сорский Говорил Что Наша Это не наши методы Наши методы Это убеждения Даже больше того Нил Сорский Убедил Заволжских старцев В Заволжье Были старцы Которые Поддержали Нилу Сорского Эти заволжские старцы Еретиков Даже прятали У себя в кельях Рискуя своей жизнью Прятали С ними Они не соглашались С этими Еретиками Жидовствующими Допустим Не соглашались Но Прятали их Потому что считали Что пытки И казни Это недопустимо Для христиан Православных Но их было меньшинство К сожалению На соборе Очень мало Кто поддержал Нила Сорского И Васяна Патрикеева К сожалению Очень мало Кто Знаете ли Выступил Тогда За эту правду Потом Иосиф Володский Вы как-то фиксируете Себе там В памяти Для памяти В конспектиках Я обычно Даже делаю так Допустим Линию провожу Здесь допустим Большевики Здесь допустим Меньшевики И там Параграфы Против Библии За Библию Здесь Нил Сорский Здесь Иосиф Володский За пытки Против пыток И костров Потом Какой еще пункт Обозначим Большая часть Иосиф Володский Считал Что церковь Должна быть Именно Богатой Учение Преуспевания Любой ценой Это было Козырем Иосифа Володского Получение О преуспевании Любой ценой Пусть народ Голодает И без портков И без лаптей И без ничего Но церковь Должна иметь Золотой купол И с кожи лезть вон На последние копейки Но построить Иконостас Драгоценный И без портков Но в шляпе Народ даже голодал В то время Начался Бунт даже голодный И прочее Но церковь Должна быть Золотыми чашами И прочее Прочее Вот И он считал Что Иосиф Что это очень важно Нил Сорский Был категорически Против этого При наступившем голоде Он дооборот Приказывал Все дорогие облачения Чаши Продавать И на эти деньги Кормить голодных Сам он Служил В холщовых Облачениях Дешевых Какие сельские Священники Служили в те времена И обычно Деревянная чаша Причищалась Он приказывал Таким образом Совершать служение Скромно Чтобы церковь была Служа людям Служа людям Кстати Князья Когда приезжали К Нилу Сорскому Его очень уважали Потому что По его молитвам Допустим В семье Князя Московского Были исцеления Реальные исцеления То есть Люди Обращались к нему Из благодарности Дарили золотой евангелие Допустим Сокладом Золотым Дарили дорогие Плачения А Нил приказывал Все это продавать И на деньги Закупалось зерно Кормились голодные И давалось Семена Давались для хозяйств Потом Иосиф Володский Был за рабство Чтобы монастыри Жили за счет Рабского труда Крепостных крестьян Сами монахи Мол их работа Только вот Поститься Хотя там по ним И скажут Что они постились Много ночи Но Как бы Короче Чтобы они Жировали за счет Простых Трудящихся Меньшевики Во главе с Нилом Считали Что церковь должна Сама работать И о самоокупаемости Самофинансировании Шла речь И против рабства За партнерские отношения С крестьянскими Хозяйствами То есть Крестьянские села Эти Которые были прикреплены К ним Он объявлял им Свободу От крепостного Он давал им Возможность Самим работать Зарабатывать И строил с ними Если брал Крестьян на работу Он им платил деньги А Иосиф Никогда не платил Мол для вас честь Еще что вы работаете На нас еще Вот значит И То есть Много-много всего Ну и Последний пункт Он был самым важным Для политиков Тогдашних Московских Кремль Очень внимательно Смотрел за всем этим Князь Московский И его семья Внимательно смотрели За этим спором И Когда Примерно 50-50 было Примерно Потому что Семья князя Московского Разделилась В мнениях И бояре Всякие эти Они Ну не могли Никак решить Чего же мнение Подержать там Потому что А ну от этого Зависило дальнейшее Существование государства Российского Каким курсом пойдет Россия Представляете И примерно разделились И здесь Наступил перелом Последний пункт Он перевесил все За большевиками Знаете каким образом Нил Сорский Нил Сорский Да Меньшевики Он выступил За независимость Церкви государства Кесарю Кесарева А Богу Божье Иосиф Он понял Что он теперь на коне Он заявил Цезарь по Пизам Это политика государства И политика церкви Церковь под государством Церковь Идеологически работник государства И все И этот пункт Он перевесил Все споры остальные После этого Князь Московский Полностью поддержал Именно большевиков Хотя Нила Очень сильно уважал Нила Нил Сорский Избирал репрессий Всех остальных Казнили Замуровали в стены Дымом уморили Перепилили На дыбах На кострах погибли Остальные нестержатели Самого Нила Из-за того что По его молитвам Много людей Сценилось в его семье И вообще В Москве Очень сильно уважали Его не тронули Но он умер Сам Очень скоро Он был Даже там уже На соборе Был уже старцем глубоким Его очень уважали Его не тронули Его не арестовали даже Его отпустили с миром Но остальные всех Репрессировали И большевики победили Иосиф Володский Он был на коне Он до сих пор Официально святой В православной церкви Нил тоже святой Его канонизировали Как святого Но нет такого почитания До сих пор Уже 2012 На носу год И вот с того самого 1490 года Именно политика Иосифа Володского Иосифлян Считается генеральной В русской православной церкви До сих пор Пять столетий, господа Ни много, ни мало И что я еще могу Рассказать вам Из истории Христианства на Руси Здесь много Очень интересных тем Конечно Это и пробуждение Белоруссии Очень мощное Это и великий раскол На Руси 17-го столетия У нас есть еще Да, дальше Петровские времена Много интересных событий Хотелось бы о многом поговорить Но, наверное, я буду Какие-то уроки отдельные Из истории церкви давать Сейчас, может Последние часы уже Сегодняшний урок Предпоследний И еще два урока Будет у нас И хотел бы сейчас Сказать, что Вот тогдашняя трагедия От 90-го года Да, 1490 года Она повлекла На собой целую Сеть Серию других трагедий Вообще Страшно, конечно Кстати, еще Интересное наблюдение Я сказал, что В 92-м году Ожидали конца света Да? 1492 год Конец-таки Света состоялся Какой-то Необычный Очень интересно Совпадение такое Очень интересное Может быть Было пророчество Другое Просто как бы Его Переосмыслили По-другому Не знаю Но именно В 92-м году Колумба Открывает Америку Конец Старого света Начало нового света Эпицентр христианства Переместился Со временем Туда В новый свет И Это было Сенсацией Вообще Человечество Тогдашнее Не знало О существовании Другого полушария Не знало О существовании Америки И Бог Каким образом Он просто-напросто Скрыл От всей этой Религиозной мафии Существование Еще целого полушария Но В 90-м году Состоялось Это Кульминационное событие В истории человечества Хотя да Центральная и Южная Америка Была Очень сильно Освоена Католицизмом Традиционным Христианством И много там К сожалению Было Просто изначально Заложено Такого Религиозно Безбожного Такого Окультного И Недаром Вся Центральная и Южная Америка Долгое время Так называлась Латинской Америкой То есть Подчиненной Папе Римскому Но Северная Америка США и Канада Были Просто провиденциально Есть такая Даже книга У меня есть лекция На эту тему Очень интересная Я их называл Провиденциальная Предыстория Америки Провиденциальная Почему именно Бог сохранил Именно вот Северная часть США И Канаду Сохранил От Безбожной Религиозной системы И Почему именно Бог позволил Им туда Иван И всем христианам Переехать И образовать Новую страну Некогда Ненарод Ненарод С разных народов Земли Почему именно Как в Старом Завете Израиль Чудесным образом Образовался В Новозавет Времена США Образовались Провиденциально Просто Провиденциально Это удивительная история Я очень люблю Историю Христианства В Америке Северной Южной Центральной Но 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 Именно в 92 году Я даже предполагаю Я пока не нашел Никих свидетельств Но может быть найду Когда-нибудь Кто его знает Может кто-то найдет Это подтверждение Может быть В Византии Было пророчество Что будет В 92 году Не конец света А в смысле Бум Да И все Конец А будет именно Конец старого Света Начало нового Может быть будет Открытие нового света Может быть в этом Смысле было пророчество Но Как бы Религиозная мафия Слышала звон Да не знаю где он И приписали Конец именно Буквально Как взрыв И уничтожение Этой земли Значит там И прочее Может быть так было Кто его знает Слишком много Совпадений Для совпадений Слишком много Для просто Для простого Совпадения Так вот И дальше еще Братья Сестры И На Руси Такой Страшный вех Я буду Из истории христианства Некоторые такие Эпизоды Эпизоды рассказывать В шестнадцатом веке Когда в Европе Была реформация Это очень Я очень люблю Эту тему История Реформации Вот именно В Европе Лютир Кальден Об этих реформаторах Рассказывали Очень люблю Мне очень нравится Говорить о тех Кто очень много Сделал Для обновления Христианства Тогда Но Касательно Христианства На Руси К сожалению Видите ли У нас Наши люди Разгорели на кострах Проще говоря То есть Те кто могли бы Перевернуть тогда Россию Они сгорели Лучшие сыны и дочери Я считаю Тогда сгорели на кострах Инквизицы нашей И система У нас была Более жесткая Политическая Которая смогла Проконтролировать В Европе Не было такого уже Как еще говорить Конечно Была система Очень жесткая Вертикаль Была очень жесткой Власти Но Дело в том Что Европа Это многие государства Многие народы Под одним Как бы управлением И папизм Тогдашний Западный Он себя уже Скомпрометировал Очень серьезно В то время Неудавшиеся Всякие Христовые походы Эпидемии Которые там Всю Европу захлестнули Только вдумайтесь Мы сейчас думаем Ну эпидемия Эпидемия Нет, это не просто грипп был Это не просто что-то еще Это была Чума в частности Эпидемия чумы В Европе Унесла До двух третей Всего населения Европы Только вдумайтесь Две трети Всего населения И все И нет В течение нескольких лет Исчезло Были во Франции В других регионах Некоторых В Европе Были целые Огромные провинции Где не было ни одной души Вы можете проехать Вы могли бы проехать В те времена И уедет только лишь Трупы Даже некому было Хоронить все это Целое селение Пустые Целые города Въезжай Город пустой Город призрак Все умерли А оставшиеся В живых бежали Куда только Глаза глядят И Все это Скомпрометировало Очень сильно католицизм Почему католицизм Потому что Люди видели Как бы гнев божий Над Европой Люди видели Гнев божий Над всей системой В первое время чумы Священники Пировали От этого всего И если кому было выгодно Смерть Столько населения Только лишь Духовенству И Короли Вот этих Французские Допустим Английские Другие короли Местные Национальные Они тяготились Папизмом Тяготились То что Рим Выкачивал финансы Вовозил деньги Да И И на что Строились огромные храмы Да Ну Красиво конечно Да Расписывалось Да Леонардо Да Микеланджело Да Много еще красиво было Да Но Все это на фоне Просто-напросто Разложения И уничтожения И Все финансы Ватикане Просто-напросто Пропивались Прогуливались Папами На любовников И любовников И Все это На внебрачных детей Тратилось И все это На глазах У всей Европы И поэтому Местные короли Они Ну по сути Идея Идея Бродила Где-то В Европе Призрак Не революция А реформация Он где-то Бродил Особенно в Англии В Англии В то время Ну Островное государство Были такие настроения Что Оно нам надо Быть со всей Европой Катиться В тартарары Что У Англии Должен быть свой путь Определенный Англосаксы В то время Очень много Как бы мечтали О независимости Какой-то Определенной Такой И вот Бог использовал Это для Чего? Для будущего Как раз Для будущей реформации Ну 14 веке Допустим Там Перевод Библии На английский язык По всей Европе Сжигали за Чтение Библии На своем языке Даже за хранение Библии Полагалось Смертная касть Полагалось А в Англии Пожалуйста На английском языке Библия Была издана Новый завет Потом вся Библия Вот И это было Конечно Бомбой Настоящей бомбой Да Господа Хорошо Слава Богу Ну Возвращаясь Христианство на Руси Назову такую Черную дату Черную маркеру Напишу ее 1666 год Легко запомнить Да? В 67 Закончился Собор А вообще Сама кульминация Была в 66 Году Легко запомнить Три шестерки Кряду Один из самых черных Таких годов В истории Христианства на Руси Не считая конечно Конца света Неудавшегося 92 года 1400 Так вот Что же в 17 веке Произошло на Руси Раскол Раскол Значит на Руси Старообверческий Старообрядческий Можно так назвать его Раскол Старообрядческий И новобрядческий Старообрядцы Новобрядцы Новобрядцы Это Ну традиционная Православная церковь Ныне существующая Во главе которой Кирилл Бундяев Патриарх Московской В Северуси Старообрядческая Старообрядческая Это Нынешние Староверы Допустим Был Патриарх Не патриарх А митрополит Олимпий Гусев Сосед от крест Вот на мне Старинный крест Старообрядческий Значит Это Подарок Благоставения Одного Красного Служителя Олимпия Гусева Он с Нижегородской Области Кстати был С Горьковской Области Олимпий Гусев Был митрополитом Московским Всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Я имел Такую честь Возможность Быть при нем Где-то Полтора Почти два месяца Быть келейником И помогать ему И Значит И Очень Такие интересные Воспоминания у меня Тогда О его личности И Это был монах На самом деле Монах Реальный монах Который я Первый видел Архиерея И Наверное Ну Наверное Единственного видел Даже такого В жизни Архиерея Который Именно Монаха был По сути своей На самом деле Постился Молился Регулярно Так Так вот И Старообрядческая И Новобрядческая Церковь Раскол Был очень страшный То есть С 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 На Руси Была Определенная Традиция Религиозная Практика affe police С 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 году было решено эту практику изменить. Нет, еще раньше было принято решение изменить, но в 66 году ее, эту практику узаконили и прокляли все старые обряды и всех сторонников старых обрядов. В принципе, это не была реформация по слову Божьему, это не была реформацией, ну такой Божьей реформации, это было, как это сказать, обрядовой реформацией, обрядовой реформой, это было обрядовым богослужебным таким изменением, это не была реформацией по слову Божьему, к сожалению. И в частности, допустим, раньше крестились двумя перстами, было принято, так в Византии на тот момент, когда Русь приняла христианство, двумя пальцами, перстами, вот таким образом, двоеперстие, два перста, два пальца означало Иисуса Христа, Бога и человека, притом, средний этот палец, он слегка пригибался, это означало Божество, снесшедшее человечество, вознесенное Иисуса Христа, значит, Божество, снесшедшее на землю. Вот, а три пальца вместе, это Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Да, ну, годы тренировки. И, значит, и когда крестились раньше, это означало лобное место, Голгофу, да, значит, и Он сошел, Иисус, в преисподние места земли, потом вознесся, воссел обесную Отца и снова придется у детей живых и мертвых. Так вот говорилось. Да, это не так просто. А еще была другая версия, как раз именно вот, больше сюда, нижний Новгород и туда вот дальше, на восток. Говорили так, что Иисус сошел с неба на землю, по чреву Девы Марии, а потом вознесся снова на небо и сел одесную по правой стороне от Отца и снова придется у детей живых и мертвых. То есть, были такие свои особенности. И двоеперстия, такое красивое перстосложение, заменили на троеперстия. Тогда в Греции уже под влиянием уже как раз именно восточных учений пошло другое понимание. Говорили, что нужно троице именно, о троице больше говорить, вот троице, три пальца, а два пальца пригнутых, это Иисус Христос, два естества Иисуса Христа. Но на руси стали говорить, это щепотная ересь, как соль берем мы щепотью. Вот, щепотная ересь. Значит, Иисуса упразднили, два пальца упразднили. Иисус упразднили, значит, вот, а троицу распинаем. Значит, и что делать? Что делать нам теперь? И, ну, это один из видимых таких знаков. Много что другого изменилось, в принципе. Из обрядов люди стали спорить. Из-за того, что не было веры евангельской, веры библейской, веры Божьей, чаще всего, а только лишь обряды веры. Люди тысячами погибали на кострах, на дыбах. Это было жестко, конечно. За обряды, за традиции. За два пальца, за три пальца. Ну, за три пальца, за два пальца погибали. Вот, потому что отказывались, значит, даже мощам там ломались пальцы. Мощи лежали так, допустим, да? Им ломали пальцы и сшивали трои перстя. Таким бы, чтобы все, они теперь, или хотя бы вот так вот пальцы выламывали. Хотя бы вот так вот, как вот сейчас принято потом было. Значит, да. Да, вот так. Ну, на иконах рисовалось и так рисовалось тоже. У меня есть там некоторые в Великом Новгороде. В Великом Новгороде там такое было принято, как кажется, сложение. Наверное, оттуда пошло загнуть пальцы. Наверное, икона. В Великом Новгороде, да. Но в Нижнем, так, где-то не рисовали никогда. Здесь, в этом регионе, по Волжье, это все только так рисовали. Можно? Да. Я просто смотрел тоже про перстосложения, про разные. И это с религией, как бы, с индийской, вот, Будды, да, к сожалению, да, оттуда с тех, всякие. Да, 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 и двойперстей, и тройперстей там, и вообще нам, христианам, спорить о таких вещей вообще, оно вообще по сути не наше. Оно наносное и как бы приносное пришедших нам. Я вот сейчас, ну, в голову такое пришло, что, ну, вы говорите, что история христианства, а это не христианство. К сожалению, тоже христианство, но христианство, видите, антихристианство в христианстве, как бы, или нехристианство в христианстве, да. Вот, вообще не видно ничего христианского, вообще ничего. Поэтому это даже нельзя назвать христианством. Ну, история, все-таки. Это просто история. Ну, история, да. Но оно называется тоже христианство, видите, к сожалению. Да и сейчас тоже, в принципе, не все то золото, что блестит, не все то христианство, что называется христианством. Сегодня тоже сейчас спроси там, на улице выйдет, спроси, кто христианин. О, мы христиане, все христиане. У нас на Руси больше половины людей точно христиане. Значит, вот в Москве, в Москве, в Петербурге опросы, когда делали, там 70% опрошенных христианами, назвались православными. Вот, а из них, когда спрашивали, в храм ходите хотя бы раз в год, причащаетесь ли, хотя бы раз в год причащаетесь ли, значит, потом, что еще спрашивали, спросили. То есть, практикующих из этого 70, 72, может быть, 71% православных христиан, из этого 70 с чем-то процентов, меньше одного или меньше полтора процента, полтора, меньше полтора процента, получается, да. От общего меньше одного процента практикующих православных христиан, которые раз в год хотя бы причащаются и исповедуются, значит, соответствуют, как бы, более-менее православному взгляду, как бы, на это все. И, то есть, опять-таки, а, кстати, если полтора, ну, меньше одного процента населения опрошенного, так полтора процента от количества, 70%, назвали себя практикующими православными, как бы, соответствовали практикующим православным, то, я не помню точно, но там до 10%, по-моему, назвали себя вообще неверующими, атеистами. То есть, православные атеисты. Больше православные. Это как Лукашенко, господин Лукашенко, президент Белоруссии. Он, как сказал себе о своей религии, я, говорит, атеист, но я православный. Президент страны, пожалуйста. Да, атеист, но православный. Это как вот, есть такие первые у политиков порой, но политики порой говорят очень много такого, что потом за голову просто хватаешься. И вот так получилось, что при этом расколе столько дров наломали. Просто ужасно. Вот, допустим, 12 статей царевны Софьи, знаменитые законы. Там написано было, открыто критикующих церковные реформы, производящих в народе соблазны, если не покоряться, жечь в срубе. Под пытками раскаившихся, но потом вернувшихся к старой вере, казнить тоже смертью. Если кто из христиан перекрещивал крещеных в новой церкви, то их казнить смертью. Потом там бить кнутом и батагами даже тех, кто окажут хотя бы какой-либо милость им. Дадут им поесть или только испить воды. Ссылать и бить кнутом и таких людей, у которых старой веры только приютились. То есть, предместия их, вот этих репрессивных старой веры, и вотчины, и дворы, и лавки, и промыслы, и заводы, отписывать на себя великих государей и продавать по оценке с большой наддачей для того, чтобы по таким сыскным делам на прогоны и посыльным людям в жаловании государские денежные казны исходить на малое число. Проще говоря, все это забирать, продавать и оплачивать репрессии и в казну остальную государю идти. Вот, то есть, получается, что вот эти репрессии были просто, на самом деле, ну, одни обряды забрали, у населения другие им дали, и на этом основании шли вот эти репрессии. Ужасно, конечно. Считается, что порядка миллиона человек было репрессировано в общей сложности. Сожжено, утоплено, умерло на дыбах, или было вынуждено бежать за пределы России. До сих пор основная часть староверов проживает вот в Австралии, значит, Южной, Центральной Америке, Северной Америке. Вот на Аляске, допустим, я много путешествовал по Аляске просто, значит, от океана до океана, по всей Аляске. И много сел, огромных поселков таких, значит, знаете ли, по масштабам Аляска, это большие поселки очень даже, вот, староверческие, старобрядческие. То есть, это, ну, потомки староверов, старобрядцев, и, ну, они, правда, на контакт мало идут, и если чужака не видят, они сразу принципиально переходят на английский, значит, не хотят с тобой разговаривать, как бы, значит, но, но все-таки, ты знаешь, это, значит, это старовера, старобрядцы. И, значит, хотя есть старобрядцы и такие, которые в городах живут, значит, и, вот, я, допустим, познакомился с менеджером одной компании, он старобрядец, пожалуйста, значит, но он греется, он как европейец, он, значит, имеет свой, потом, может, бизнес тоже определенный, вот, значит, и, то есть, разные староверы, разные старобрядцы, потом в Латинской Америке, в Боливии, допустим, ну, по всей Латинской Америке, в принципе, очень много старобрядческих этих, поселений, даже таких больших, там, многотысячных таких поселений.